Тюрки и их образ жизни Тюркского мира. Научитесь определять занятия тюрков, используя разные источники. Перед вами древо казахского народа. Корни этого древа – предки казахов. Саки, гунны, тюрки. Расскажите, что известно о саках и гуннах? Где жили? Чем занимались? Вспомните наиболее яркие страницы из их истории. Саки – древние племена кочевников, некогда населявшие территорию Казахстана. Известно открытие казахстанских археологов во главе с ученым Кемалем Акишевым, которым при основной вид хозяйства саков. Они разводили лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, питались мясом домашних животных, рыбой, молочными продуктами. После саков на территорию Казахстана пришли гунны. Государство гуннов достигло своего могущества при Атили. Он объединил разрозненные племена гуннов в Румынии и Венгрии. Гунны овладели бескрайними просторами, объединив под своей властью множество племен и народов, превратив завоеванные земли в могущественное государство. Главную роль в жизни гуннов играло скотоводство. Скот круглый год содержался на подножном корме. Заготовки на зиму не делались. Гунны вели не только кочевой образ жизни, но и оседлый. Занимались земледелием. Высокого развития достигло военное дело. Основу войска составляла подвижная маневренная конница. На вооружении конника были лук и стрелы. Имелись щиты круглой или овальной формы в виде деревянной рамы, в которую вставлялась основа из прутьев. Охота также играла в жизни гуннов важную роль. Откройте учебник на странице 52. Тюрки считаются потомками гуннов. В VI веке земли Казахстана вошли в состав государства Тюркский Каганат. Его основателем был Бумын. Он создал мощную конницу, закованную в железные доспехи. Тюркское войско завоевало земли от Тихого океана на востоке до Черного моря на западе. Рассмотрите иллюстрацию тяжеловооруженный тюркский войн. Постарайтесь объяснить причины побед тюрков. Арабский историк писал, в стране тюрков имеется 25 городов. Среди них Кулан, Мерке, Талгар и другие. Сохранились остатки арыков и древних каналов. Археологи нашли серпы, ножи, топоры, стремена, сабли, копья, украшения. Тюрки вели кочевой образ жизни, разводили лошадей, овец, верблюдов. Часть тюрков жила оседла и занималась земледелием. У тюрков были хорошо развиты ремесла. Они были искусными мастерами по дереву, кузнецами и ювелирами. Рассмотрите иллюстрации на странице 55. Вы видите достижения тюркского мира. Выясните, что было изобретено тюрками. Руны – это вид письменности. Тюркский алфавит использовался долгое время всеми древнетюрскими племенами. Записи на архонтских каменных книгах, памятниках мировой культуры, поражают величием духа, мощью слова, призывом к миру и добру, плачем, скорбью над погибшими героями. Благодаря стременам и жесткому седлу повысились боевые качества конницы. Сидя в жестком седле и опираясь на стремена, всадник увереннее чувствовал себя при стрельбе из лука и рубке шашкой. Другое важное достижение древних тюрков способствовало повышению подвижности кочевников. Они создали разборную решетчатую юрту. Преимущества нового жилища были очевидны. Отпала нужда в тяжелых повозках. Легкие решетки, жерди и войлок перевозились в юком. А размеры юрты могли быть очень большими. Стоило лишь увеличить число решеток звеньев. Тарас был центром важного и высокоразвитого в культурно-экономическом отношении района. Границы его, как установили ученые, усиленно охранялись от внезапных нападений врагов. Оазис защищали крепости с постоянными военными гарнизонами. Обойти их было невозможно, а взять приступом такую сильно укрепленную крепость было нелегко. В районе Тараса сохранились десятки исторических памятников былого расцвета этих мест. Мавзолеи Карахана и Давудбека, замки правителей и множество других. Возле современного Тараса находятся подлинные шедевры древней архитектуры. Мавзолеи Бабаджи Хатун и Айша Биби. Оба они включены ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Ребята, для того, чтобы понять, как вы усвоили материал урока, предлагаю сыграть в игру верно-неверно. Предки казахов – саки, гунны, тюрки. Верно. Тюрки считаются потомками греков? Неверно. Тюрки считаются потомками гуннов. Основатель тюркского каганата бумын? Верно. Тюрки – вели кочевой образ жизни? Верно. Древняя письменность тюрков – иероглифы? Неверно. Древняя письменность тюрков – рунны. Древний город тюрков – Киев. Неверно. Древний город тюрков – Тарас. Отлично! Оцените свою деятельность на уроке при помощи лесенки успеха. Как вы справились сегодня? После урока вам необходимо самостоятельно прочитать материал на страницах 52-53. Подведем итог урока. Вы узнали, что тюрки – потомки гуннов. В VI веке земли Казахстана вошли в состав тюркского каганата. Основатель тюркского каганата – бумын. Ребята, наше занятие подошло к концу. Надеюсь, вам был интересен и понятен материал урока. До скорых встреч!